Сегодня на Шатокореченском кладбище в Екатеринбурге был похоронен Максим Шапов, один из шести свердловских парней, погибших 19 августа в главе о катастрофе транспортного вертолета Ми-26. Он стал первым из наших земляков, кого смогли опознать, причем опознать визуально. Для опознания еще пятерых уральцев Игоря Белопашенцева, Виталия Игитова, Максима Толмачева, Алексея Непутина и Алексея Компаница проводится судебно-медицинская экспертиза. Родственники погибших солдат сейчас находятся в Ростове. Напомним, вертолет, перевозивший к месту службы 147 солдат и офицеров, по версии военных, был сбит боевиками переносной зенитной ракетой. Один из двигателей загорелся, но в принципе Ми-26 мог сесть, спланировав достаточно мягко, но из-за того, что он был перегружен, он попросту рухнул, причем прямо на минное поле. 118 из 147 человек в итоге погибли. Сегодня в половине третьего пополудни в траурном зале морга 40-й больницы Екатеринбурга родственники и друзья прощались с Максимом Шаповым. Возле гроба был выставлен почетный караул. После этого состоялись похороны на Широкореченском кладбище. Максима похоронили рядом с находящейся здесь же могилой его отца, отдав при этом все полагающиеся воинские почести. Максим жил с матерью в Ботаническом районе Екатеринбурга и был призван Чкаловским военкоматом прошлой весной. В Чечне он прослужил около полугода в артиллерийской части. Все расходы по похоронам взяли на себя Свердловский областной военкомат и администрация Чкаловского района. Помогли и некоторые промышленные предприятия. Кстати, если среди деловых людей найдутся желающие материально поддержать семью погибшего Максима Шапова и лично выразить свое соболезнование, они могут сделать это, связавшись с дежурным в военном комиссариате.